Итак, друзья мои, продолжаем наш эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас время бизнес-класса. Сегодня мы обсуждаем тему эффективно каналы масштабирования бизнеса. Будем говорить о продвижении. У меня в гостях Андрей Бурин, генеральный директор сайта знакомств. Тиама.ру. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Мне показалось сейчас, что не случайно мы сегодня, накануне дня влюбленных встретились с вами в этой студии. Да, в этом есть какое-то предзнаменование. Уважаемые слушатели, как всегда, напомню вам еще раз, есть телефон прямого эфира 651099,6, код города 495. Есть адрес интернет-ресурса финам.ру. Звоните, пишите, задавайте вопросы, комментируйте все, что вы слышите, все, что вы знаете, в том числе, по нашей сегодняшней теме. Напомню еще раз, говорим сегодня об эффективных каналах масштабирования бизнеса. И первый вопрос традиционно, Андрей, хочу задать немножко, может быть, не в тему, хотя с другой стороны, смотрите, вот в первой части нашего эфира, сейчас он закончился, с моим гостем в сухом остатке мы обсуждали экономику франчайзинга. То есть как одной, да, тоже как такой достаточно эффективный способ продвижения этого самого бизнеса, видите, практически в тему. Ваше личное мнение или мнение бизнесмена, если, так сказать, есть определенный опыт в этом деле, как вы считаете, вообще франчайзинг сам по себе, да, он эффективен в с точки зрения продвижения? И в России, насколько он приживается или прижился, как вы думаете? Вы знаете, специфика бизнеса, которым я занимаюсь, такова, что мне сложно говорить про франчайзинг, это немножко за пределами моей компетенции, мне сложно комментировать. Ну, как потребителю, вот вы видите, да, общепит, например, как наиболее популярная сфера. С точки зрения потребителя, наверное, да, в этом есть свой плюс, потому что, конечно, я, приходя там в знакомый мне кафе, в знакомый бренд, скорее пойду туда, в знакомый, да, бренд, потому что я знаю, какое качество можно ожидать, какие цены можно ожидать и какой интерьер ожидать. То есть я понимаю, что я не буду ставить экспериментом на себе и тратить несколько свободных минут, чтобы разочароваться. Ну, опять-таки, да, эксперимент неприятно, но, с другой стороны, вот что-то такое новое открылось, незнакомое еще, и так как-то интригует, пойду-ка я попробую, а вдруг это будет феерично, феерично. Безусловно, но все-таки через франчайзинг, наверное, значительно проще начать свой бизнес. Согласен. И как раз вот мы с Юрием в предыдущей части говорили, что, в принципе, одна из, с точки зрения потребителя, да, одна из основных плюсов вот подобной схемы, это как раз лояльность, да, по отношению бизнеса к потребителю. Сразу же человек, который открывает франшизу, он эту лояльность покупает, что называется, ему не надо ничего с нуля делать, там, кого-то завоевывать. Это более быстрый вход, да, и нужно меньше компетенций требуется. То есть, если ты умеешь готовить кофе и хочешь этим заниматься, тебе не нужно думать про брендинг. Да, 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 согласен. Ну что ж, спасибо, спасибо вам огромное, Андрей, за ответ на этот вопрос. Итак, мы давайте коснемся уже заявленной нашей темы, эксклюзивные каналы масштабирования бизнеса. Ну, наверное, есть смысл два слова сказать о том, каким образом, да, родился сайт знакомств Тиама.ру, вообще идея-то откуда появилась? Да, Тиама.ру создавался изначально по подобию достаточно крупного и успешного в США сервиса и Хармони, который занимается подбором пар на основе психологического тестирования. У них очень большой, сложный, длинный психологический тест. Создавал этот сервис психолог с 20-летним стажем, семейный психолог. И в свое время, в общем, Fastlane инкубатор и наш главный акционер на данный момент увидел, что есть ниша у нас в российском сегменте знакомств, ниша серьезных знакомств для поиска партнера, чтобы завести семью или хотя бы продолжительные серьезные отношения. Вот, и была идея создать копию этого сервиса, что и было сделано изначально, но копия прям вот в... Один в один. Один в один, да, она не пошла. Ну, это нормально, потому что другая психология. Вот, 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 я хотел, да. Отношение даже просто, отношение к психологии у нас к психологам в России другое. Если американцы считают, что это там, я не пойду, наверное, в церковь пойду к психологу. У нас это ругательное скорее даже, да? У нас психолог, да, это, не знаю, там, психотерапевт, психопатолог, вот так скорее. То есть, как терапию люди не воспринимают. Поэтому, конечно, сложнее, сложнее пошел бизнес вначале, чем ожидалось. И когда я пришел в компанию, пришлось многое изменить, изменить подход, упростить психологический тест. Несмотря на то, что он по-прежнему остается, да, серьезной частью. И его создавал тоже очень известный, ну, конечно, в своих кругах, в научных, скорее, кругах, известный психолог. Ну, наш отечественный уже, да? Да, наш отечественный, да. То есть, во-первых, он создавался ближе, все-таки, понятнее нашему российскому потребителю. И он был значительно сокращен и облегчен. Вот, ну, и мы сделали больше, столь возможности бесплатно попробовать, увидеть, что, в общем, на сайте есть активные пользователи, они реагируют на знаки внимания, дать чуть-чуть пощупать сервис, прежде чем платить. На прототипе в Harmony там совсем все закрыто было в тот момент. Сейчас они немножко тоже стали меняться. То есть, у них изначально, да, надо заплатить, даже для того, чтобы тест пройти надо заплатить. Для американцев это, наверное, нормально. То есть, когда там пишут на входе, что регистрация бесплатна, они понимают, что дальше будет все платно, и это нормально. То есть, у нас, если написать регистрацию бесплатно, после регистрации пользователи видят, что надо платить деньги, нередко возникает неадекватная реакция, люди говорят, что тут мошенники. Что это такое, написали регистрацию бесплатно. И обманули, по сути, да. Хотя регистрация и была бесплатная. Никто не обещал, что дальше все будет бесплатно. Ну, и потом, наверное, напрягает очень часто, да, вот такое, ну, с точки зрения опять российской, действительно, российской ментальности, если вдруг я увидел, что где-то за что-то надо платить, у меня сразу пропадает желание, несмотря на то, что было желание до этого огромное познакомиться, я уже бросаю на это дело и не хожу. Да, и тут даже, ну, это нормально может быть, да, не хочешь платить, не плати. Есть куча бесплатных сервисов. Немножко странные реакции в том плане, что я не хочу платить, и, значит, все, что платно, это плохо. Да. То есть это люди жадные делают, в таком плане. Ну, то есть это неправда, это неправда. Все, что бесплатно, это плохо, это неправда. Все, что бесплатно, это... Все, что платное, сори, да. Все, что платное, как и все, что бесплатное, тут нельзя обобщать. Есть хороший бесплатный сервис, есть хороший платный, есть плохие платные, есть плохие бесплатные, безусловно. То есть платность, сама по себе платность, она не говорит о том, что здесь обязательно будет что-то хорошее, либо обязательно будет что-то плохое. — И в любом случае, да, мы же говорим с вашей точки зрения, по крайней мере, мы говорим о неком способе зарабатывания денег, правильно? — Ну, конечно. — Ведь это же бизнес, значит, где-то он должен монетизироваться в какой-то момент. — Да, да. Либо бизнес монетизируется за счет рекламы, либо он монетизируется, как у нас, за счет... — Пользователей. — Пользователей, фактически за счет пользователей. Но монетизация за счет пользователей дает возможность сделать условия использования более комфортными. То есть нам нет необходимости искусственно создавать активность, создавать внутреннюю конкуренцию между пользователями, то, что делают бесплатные сайты знакомств. Иначе не будет вот этой вот движухи постоянной, которая позволяет показывать... — Ощущения, да? — Ощущения жизни. — Да, ощущения жизни. — То, что позволяет показывать много страниц, много рекламы. Поэтому в любом случае, конечно, везде есть плюсы, везде есть минусы. То есть бесплатно — это менее удобно, чаще всего. Вот, менее удобно. Ну и, конечно, публика тоже там... Как бы если человек заплатил уже, то, наверное, он этим уже в частности тоже показал свои, ну, серьезные сномерения. То есть если он просто пришел поболтать, пообщаться, ему сегодня делать нечего... — Да-да, от скуки. — А он, может быть, на самом деле женат, и все, а сейчас ему скучно, наверное, он пойдет на бесплатный сайт. Не будет платить на платном сайте. Вот. — Логично. Логично вполне. Ну и давайте тогда, собственно, поговорим. Понятно теперь, о чем идет речь. Говорим мы о способах продвижения какого-либо продукта, в частности, вот сайта знакомств. — Ну да, прежде чем говорить о масштабировании, надо сказать о том, что прежде чем, собственно, масштабироваться, нужно создать бизнес, который можно масштабировать. Масштабировать надо все-таки, наверное, что-то успешное и зарабатывающее. — Уже зарабатывающее. — Да, не начинать масштабирование. Такой тоже есть, такой подход, когда... — Ну, кстати, да, логично. — Сначала ты захватываешь рынок, но, опять же, у тебя есть четкое представление, как ты будешь зарабатывать на каком-то этапе. То есть конкретно ты знаешь, что мне нужно такую-то получить пользовательскую базу, чтобы начать зарабатывать. Это фактически тоже масштабирование уже успешного предприятия, но оно все-таки больше такое, больше рисков. Мы шли по другому пути. Мы сначала сделали качественный продукт, добились конверсий, ну, зри продукта, позволявших нам зарабатывать и жить без привлечения дополнительных инвестиций. И когда мы уже понимали, что дальнейшие инвестиции в телевидение, они не... Ну, в общем-то, мы можем себе это позволить, потому что у нас были свободные деньги, и мы могли бы даже в случае неуспеха, в общем, это бы нас не погубило. Вот. Ну и... Это вот, естественно, два пути. Я думаю, что наиболее правильное с точки зрения бизнеса, это все-таки подготовиться, создать прибыльный бизнес, и потом его уже масштабировать. Масштабировать очень осторожно. Ну, и вот вы заговорили о телевидении, я так понимаю, что, ну, на вашем примере, да, наверное, телевидение, это, ну, если не единственный, то ключевой способ продвижения. Ну, телевидение позволяет добиться в наше время, по крайней мере, еще пока, наверное, это когда-то изменится, в ближайшее время, в будущем. Сейчас телевидение позволяет добиться максимального охвата и, по сути, за самые приемлемые деньги. Андрей, я прерву вас, сейчас у нас новости, послушаем новости, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим. Продолжим наш эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Говорим сегодня на тему эффективных каналов масштабирования бизнеса. В гостях Андрей Бурин, генеральный директор сайта знакомств. Тиама.ру. Напомню, телефон 651099,6, код города 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Андрею, ну и поделитесь собственными наблюдениями. Если кто-то, может быть, даже является активным пользователем сайта знакомств, а может быть, даже и непосредственно tiama.ru, ну, свои впечатления, наверное, будет интересно, Андрей. Конечно, да. Итак, продолжим. Начали мы уже непосредственно обсуждать современные каналы продвижения. Одним из наиболее эффективных, насколько я понимаю, да, Андрей, это телевидение. Да, говорили о том, что телевидение на данный момент является, наверное, самым быстрым способом масштабирования, и при этом стоимость контакта у телевидения считается самой дешевой. Вот, но это сложно проверить, потому что, собственно, посчитать контакты тоже физически невозможно на телевидении, они очень примерно обсчитываются специальными способами, всякими ТНСами и тому подобное. Вот, соответственно, мы говорили о том, что сначала хотелось бы рассказать о том, как мы пришли к тому, чтобы, собственно, пойти на рекламирование на телевидении, потому что шаг это довольно серьезный, поскольку на телевидении невозможно пойти малым бюджетом, потестировать и потом уже делать серьезные вложения в рекламу. В принципе, там, конечно, можно и с небольшим довольно бюджетом выйти на телевидение, не знаю, там, может быть, 3 миллиона рублей или, может быть, и меньше даже, но проблема тут возникает такая, что для сервиса, который уже подходит к этому шагу, обычно это большой сервис, тот трафик, который будет получен благодаря этим вложениям, он может быть размыт и искажен обычными колебаниями трафика, и будет сложно оценить вообще, было ли что-то, пришел ли кто-то из телевидения, поэтому, в общем-то, мы и хотели сразу сделать достаточно крупный тест, чтобы точно не проглядеть эффект. Малым бюджетом протестировать невозможно, это будет случайность. Я считаю, что да, либо надо вообще выключать всю остальную рекламу, чтобы не было ничего, кроме телевидения, но это тоже неприемлемо для нас было, поскольку мы все-таки живем на те деньги, которые зарабатываем, вот, но здесь вот хочу сказать, что мне как руководителю повезло, потому что до моего прихода в ТАМ уже была одна крупная рекламная компания, она была в самом начале, когда только запустили ТАМа, буквально через пару месяцев пошла серьезная рекламная компания, как я уже говорил, продукт тогда не был полностью готов и адаптирован к нашему потребителю, заработать тогда ничего особенно не удалось этой рекламной компанией, но, во всяком случае, был получен очень ценный опыт, основываясь на котором мы могли в дальнейшем построить модель, исходя из которой мы принимали решения, то есть, идя на такой серьезный шаг, как рекламное телевидение, мы не принимали решения просто на эмоциональное или основанное на предположениях, мы знали практически наверняка, что мы получим, и модель... Хотя вы сказали, да, что просчитать, что называется, отбой от рекламы... Это очень сложно, но мы знали из каких каналов мы можем получить какое количество регистраций, а также мы уже знали, конечно же, сколько мы зарабатываем на регистрации, то есть наша задача была просто получить тот же охват, достучаться за той же аудиторией, чтобы получить те же регистрации, того же качества, и тогда мы бы получили вполне предсказуемый результат. Собственно, мы построили такую модель, пришли с ней в агентство, размещающее рекламу на телевидении, и сказали, что нам нужно получить вот такой же охват. К сожалению, части каналов уже не было из тех, которые тогда были, в частности, там, Муз-ТВ у нас присутствовала в первом медиаплане. Появились какие-то новые каналы, но в целом удалось нам найти примерно тот же, подобрать охват в нашем медиаплане, и, как ни удивительно, модель наша сработала практически точно, мы там буквально на один процент и перевыполнили. Вот, конечно, не имея таких данных, на которых можно было бы строить модель, значительно сложнее решиться на рекламу на телевидении. То есть, ну, тут нужно реально большие бюджеты привлекать, это достаточно рисковая будет инвестиция, в нашем случае все-таки мы были настолько уверены в том, что делаем, что вложили в рекламу собственные средства, то есть, те, которые у нас были на наших счетах. Смотрите, Андрей, мы говорим сейчас о телевидении в целом, но я так представляю, что в зависимости от продукта, который мы пытаемся рекламировать, телевидение уже приобретает более конкретные какие-то черты каждый конкретный раз, да? Да. Мы говорим сейчас о сайте знакомств, вот вы говорите, у нас были такие каналы, мы шли на Муз-ТВ, ну, я предположу, потому что там молодая, да, активная аудитория, и она интересуется активно, да, общением друг с другом, вот с этой точки зрения, выбран, на что падает обычно? Ну, честно говоря, почему был выбран на Муз-ТВ в первый раз, я затрудняюсь сказать, потому что аудитория, конечно, у нас не совсем молодая, как ни странно, на всех сайтах знакомств, включая бесплатные, самая целевая аудитория, это не совсем-то молодежь, потому что молодежь, скажем, до 24 лет, она вообще не очень-то нуждается в сайтах знакомств, то есть пока люди входят в институты, им сайты знакомств не очень нужны, есть социальные сети, и этого им достаточно. А когда человек, собственно, выходит из института, он обнаруживает себя в новом коллективе, зачастую в небольшом коллективе, и начинает понимать, что он... В трудовом коллективе. Да, в трудовом, да, где он проводит значительно больше времени, и у него меньше остается сил на встречи где-то в реальной жизни, и он начинает ощущать, что вот да, надо посмотреть... Ну и потом он попадает в трудовой коллектив, где разные возрасти, естественно, да, у коллег. Там-то были все... Да, выбор значительно сокращается, совершенно верно. И, собственно, не обновляется никак. Да. И получается, что, в общем, целевая аудитория наша, это не совсем-то молодежь, это 25+, и вплоть, я не знаю, там до 65, вполне активные наши пользователи платящие. Поэтому Мустове, видимо, был выбран просто потому, что там был достаточно дешевый контакт, и это московский канал, пытались все-таки сначала взять Москву. Когда мы делали свой второй медиаплан, мы пытались, конечно, быть близкими к первому, чтобы не отклоняться от модели, но также все-таки смотрели уже на то, чтобы забрать целевую аудиторию, то есть 25+. И сделали рекламу Москва, еще 4 города, 4 региона, чтобы протестировать. Просто сейчас мы делали тест, дальше уже будем делать национальную рекламу телевидения. Вот. Ну и, собственно, тест этот завершен уже, результат. Да, ну, тест завершен, в феврале мы еще даем по выходным рекламу телевидения, и дальше, наверное, мы закончим уже этот тест, и будем привлекать инвестиции уже на крупную масштабную национальную компанию, которая будет, наверное, начинаться у нас весной, в начале весны, и идти потом уже достаточно плотно. Вот. Тест показал, что да, в общем, мы сделали правильный шаг, мы выбрали правильную аудиторию, но, конечно, не имея вот возможности опереться на какие-то данные, было бы очень сложно сделать вот этот вот шаг в сторону телевидения, потому что очень много историй также мы слышали, когда люди вкладывались в рекламу на телевидении и не получали практически ничего. То есть просто не замечали никакого результата, что есть, что нет. Причем тратились огромные бюджеты. Тратились большие, да, бюджеты. Ну, где-то, может быть, не такие огромные, как Procter & Gamble тратят, или Coca-Cola, но большие, конечно, для размеров, масштаба бизнеса. Да. И у нас, кстати, тоже были достаточно неожиданные моменты в результатах компании. Например, мы ожидали достаточно большой прирост трафика именно посетителей из телевидения. И при этом количество посетителей не сильно увеличилось. То есть был прирост, но он был совсем такой очень-очень незначительный. А возможность отследить, что вот этот новый пользователь, он пришел из телерекламы, она каким образом выглядит? Ну, здесь это не так сложно, поскольку вся онлайн-реклама, она у нас... Как раз мы очень легко отслеживаем всю онлайн-рекламу. Все, что мы не можем отследить, это естественный трафик, органический, так называемый. И вот все, что приросло к органическому трафику, это и было телевидение. То есть органический трафик у нас вырос примерно в 4 раза, но поскольку он, в принципе, не очень большой, это не то, чтобы гигантский прирост. Но при этом количество регистраций у нас удвоилось. То есть мы закладывали несколько другие конверсии, но очевидно, что конверсия, она сместилась в сторону телевизора. То есть если человек встал из-за телевизора и пошел за компьютер, сел, то он уже с значительной большей вероятностью зарегистрируется. То есть он встал, он увидел рекламу по телевизору, правильно? Он встал из-за телевизора и пошел к компьютеру, регистрировался. Да, или сразу это сделал, через некоторое время. То есть он уже конкретную задачу, не просто случайно набрел. Да, конечно. То есть он уже явно с решением пойти и посмотреть, и скорее всего зарегистрировать, посмотреть, что внутри. Мы знали, сколько у нас должно быть регистрации, по регистрации мы как раз шли близко к нашей модели, а вот какая будет конверсия между телевизором и регистрацией, мы не знали. Ожидали больше, запаслись серверами, и в итоге у нас достаточно сейчас такая ситуация, которая, кстати, может быть и неплохо, мы теперь полностью готовы к масштабной национальной компании. Ну, сервера для этого есть. Да, сервера есть, докупать ничего не надо. Кстати, я вспоминаю эту самую рекламу, о которой вы говорите, акцент все же там, насколько я понимаю, основной акцент, именно чтобы достучаться до этой целевой аудитории 25+, делает на то, что люди на Тиамру ищут именно серьезные отношения. Ну, да, мы, с одной стороны, не хотели сильно сокращать нашу потенциальную аудиторию, до которой мы хотим донести наше сообщение рекламное. Но, с другой стороны, естественно, да, мы все-таки про серьезные знакомства больше. Но тут вопрос в чем? Не очень понятно, как публика в целом воспринимает термин серьезные знакомства, понимают ли. Поэтому все-таки мы с осторожностью вот это вот пытались донести, что все-таки мы про настоящую, про любовь, про отношения в целом, да, потому что... Это такой серьезный фильтр все же. Да, то, что сейчас вот называется знакомствами, это все-таки больше про флирт и про общение. Про развлечение. Да, про развлечение. Андрей, я прошу прощения, прерву раз, сейчас у нас рубрика «Вне времени». Послушаем ее и потом продолжим. Хорошо. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.фм. В гостях сегодня Андрей Бурин, генеральный директор сайта знакомств tiama.ru. Обсуждаем эффективные каналы масштабирования бизнеса. Телефон студии 651099.6. Код города 495. Сайт компании finam.fm. Итак, вернемся, Андрей, к разговору о телевизионной рекламе. Все-таки это затратное дело. Безусловно, да, это затратное дело, и поэтому на это сложно решиться. Я бы рекомендовал все это дело только если есть уверенность, что это окупится. То есть рассчитывать, просчитывать, моделировать, перепроверять, и только тогда идти и вкладывать деньги туда. Ну и расскажите, как готовился ролик, собственно, какие проблемы там еще помимо всего прочего. Ну у нас, да, с роликом у нас был достаточно плотный и сложный график, поскольку тот момент, когда мы поняли, что все, мы уже готовы идти на телевидение, и мы решили, что, наверное, нам имеет смысл это запускаться в январе, потому что январь все-таки это достаточно свободный месяц, точка рекламы, реклама на телеке стоит подешевле немного, а может быть даже и много, то есть она дешевле явно. А мы обратились в рекламу... Извините, Андрей, я еще подумал о том, что и народ в январе, особенно в первой половине, скучает, сидит, да? Да, да, мы исторически просто знаем, что для нас январские праздники это хорошие сезоны, потому что особенно отчетливо люди чувствуют одиночество в это время и идут к нам на сайт и активно пользуются самое главное, не просто заходят посмотреть, а заходят с понятной целью. Ну и вот, когда мы обратились в рекламное агентство с вопросом, сколько времени у нас есть на изготовление ролика, оказалось, что они нам дали чуть больше месяца, а когда мы разговаривали с людьми, которые делают ролики, они говорили, что им нужно что-то около двух месяцев. И нам пришлось... Не состыковка, да? Компромисс, отказываться от игрового ролика и делать ролик без людей. Также мы решили его сократить по времени, чтобы наверняка успеть. Успели мы прямо практически там день в день, отдали его на согласование, к счастью, все согласование прошло гладко, потому что мы, конечно, рисковали остаться без ролика. А с кем согласование? Каждый канал, в принципе, там есть редакция, которая смотрит на ролик. То есть с телевизиончиками согласовывали? Да, с телевизиончиками согласовывали, чтобы ролик, в общем-то, не разрушал их имидж, не был каким-нибудь экстремистским и тому подобным. Чтобы у них не было проблем из-за этого ролика. Вот. В итоге ролик там, конечно, обошелся дешевле и, в общем, он сработал не хуже, чем, я думаю, не хуже, чем был бы игровой. Хотя игровой, конечно, мог бы больше, там, наверное, лучше донести идею нашего сервиса. Все-таки он... Больше человечности было бы в ролике. Это одна тоже одна из сложностей телевидения. Его надо планировать все-таки еще и заранее готовиться, готовить ролик. Потому что даже один сценарий нам сказали, что самый короткий срок сценария сделать две недели. У нас, ну, явно не было времени. Сценарий мы придумали сами к ролику. Буквально там за два дня и запустили, сделали тоже, успели в срок. Сейчас, наверное, профессионалы слушают нас и думают, ну, вот, конечно, все на коленке делаете, да, и думаете, что это правильно. Не скажу, что это правильно, так получилось. Да, да. Наверное, да. Ролик тоже, конечно, имеет большое, очень большое значение в рекламе, безусловно. Но я считаю, что все-таки, наверное, в нашем случае важнее был охват, показать, рассказать людям, напомнить. Ну, вот, тоже, мне показалось, интересная тема, игровой ролик, тем более, если мы говорим все-таки о сайте знакомств, есть специфика, да, коммуникация, общение, если люди на экране, они понятно уже, о чем говорят, да, если просто какую-то идею в написанной форме, наверное, может, не сильно выстрелит. Так вот, значит, какой вопрос я хотел бы сейчас с вами обсудить, есть ли некое, ну, очевидно, есть, да, некая специфика с точки зрения продвижения именно сайта знакомств? Ну, это очень сильно зависит именно от того, что за специфику сайта знакомств. То есть, если это бесплатный сайт знакомств, который, скорее, для флирта и общения, наверное, там будет более молодая аудитория, более веселая, фан, позитив, нечего делать, давай развлекаться. Если это сайт серьезных знакомств, там более взрослые должны быть актеры, желательно, чтобы они были успешными, чтобы хотелось быть похожими просто на этих людей, смотришь на них, они успешны и в жизни, и в личной жизни. То есть, успешные в смысле узнаваемые актеры? Нет, не обязательно узнаваемые, просто они должны выглядеть, да, хорошо одеты, они должны быть уверены в себе, подавать, да, так, чтобы верилось. Да, чтобы хотелось выглядеть так же. И вот ты, когда смотришь на этого человека, Ты понимаешь, что он не только получает, ощущение такое может возникнуть, что он получает от этого сайта, знакомство не только получит, найдет вторую половину, но и станет таким вот привлекательным, таким же верным в себе. — Кстати, вернемся к тестированию вот этой психологической составляющей. Насколько серьезно изменилось количество этих самых вопросов, ну и их качество, может быть, когда вы начали отходить от слепого следования американской модели? В какую сторону вот это? — Я скажу, что изначально, чтобы пройти тест, надо было потратить минимум 40 минут. Сейчас весь процесс укладывается в 6-7 минут. — Это существенно. — Существенно, безусловно. То есть это то время, когда, ну, все-таки есть ощущение, что это действительно... — Я удивляюсь на американцев, честно говоря, вот так вот регистраю, да, на сайте 40 минут заполнять. — Американцев уже 6 тысяча больше. То есть у нас там было, да, меньше 100 вопросов, а у их Армони их было больше трех сотен, там, почти по четыре сотни. — Обалдеть. Как же можно час сидеть, заполнять анкету, тестировать? — Потому что вот так, да, они действительно доверяют психологии, они считают, что в итоге они получат полное совместение. Наши пользователи тоже, мы видим, что они тоже, им интересно именно этот подход психологический, то, что мы помогаем им, снимаем с них часть вот этой вот необходимости пройти кастинг на уровне «подходит, не подходит человек». — Все также понимают, что насколько бы человек не подходил психологически, есть еще и другие аспекты. Есть все-таки социальные аспекты, есть воспитальные, это то, что накладывается на психологию, все равно, да, ну и внешность в том числе, да. И причем, если человек подходит тебе психологически, не знаешь, что у тебя будут с ним общие интересы. — Вот тоже парадокс, парадокс, да, с одной стороны действительно такой серьезный подход, а потом не о чем поговорить. — В этой области, да, но все равно, вроде бы как, все равно это не совсем, не совсем тот человек, которому захочешь провести время. То есть все равно это только что-то, что помогает сделать первый шаг, отфильтровать, да, сделать более комфортным именно начало общения, а дальше все равно, конечно, зависит все от самих людей. Все равно значительную основную работу именно по выбору себе пары надо делать самому пользователю. Но при этом мы, конечно, все равно постарались сделать тест, несмотря на то, что он короткий, сделать его максимально полезным. То есть постараться подобрать людей, которые по своему психологическому стержню, по основе психологической, чтобы они все-таки подходили друг к другу, и дальше уже вот в этом вот... в сообществе себе подобных выбирали себе тех, кто им прям... — Кстати, говоря о пользе этого тестирования, я так представляю, что, во-первых, я отвечаю на вопросы, еще получаю и о себе какую-то картинку, правильно, как результат. — Да. — И на основании этого мне подбирают человека, который... — Верно, да. — Ну вот она, польза очевидная. То есть можно не ходить к психоаналитику, да? — Не, ну, конечно, если есть потребность ходить к психоаналитику... — То лучше сходить. — Да, сайта знакомств будет недостаточно. Все-таки еще раз, это достаточно... Любой тест, даже вот на e-Harmony, вот эти вот 380 вопросов, он не является достаточным для... — Диагноза, да? — Диагностирования человека, да. То есть это все равно что-то такое, что помогает, но, конечно, это совсем другие цели. У нас другие цели, мы не ставим диагноз, мы стараемся облегчить пользователю именно поиск пары. — Понятно. Так, Андрей, давайте дальше двигаться, собственно, в разговоре о современных каналах продвижения. Ну, телевидение, понятно, достаточно эффективный и... — Но достаточно рискованный. — Рискованный, да, и затратный. — Да, 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 специфический, я бы сказал, да, опять с точки зрения продукта, как? — Ну, то есть, конечно, начинать надо с контекстной рекламы. — Реклама в Яндексе, в Гугле, по ключевым словам, и там тоже можно сделать достаточно хорошее масштабирование. То есть мы вышли на прибыльность, используя только онлайн-маркетинг. Но в какой-то момент все равно там можно достичь потолка, когда стоимость привлечения новых пользователей будет близка к стоимости привлечения на телевидении, а, возможно, масштабирование будет постоянно сокращаться, значит, все меньше и меньше, стена будет все больше и больше. И тут надо уже искать новые пути. Но начинать все равно надо там, потому что там можно малым бюджетом проверить, насколько хорошо работает ваш сервис, зарабатывает ли он деньги. Потом уже, кроме этого, все равно, кроме контекста, есть еще и достаточно серьезные способы масштабирования, опять же, в онлайне. Это социальные сети и это партнерские программы. — Социальные сети — хороший способ масштабирования все-таки больше для социальных сервисов, которые имеют все социальные составляющие. Для сайта серьезных знакомств это, наверное, не самый лучший канал. — Но социальные составляющие же есть, да? — С точки зрения понятия именно интернета, как социальные составляющие, то, что мы имеем в виду, когда говорим про социальную сеть, в дейтинге, в принципе, и особенно в серьезном дейтинге этого нет. То есть его нет и в бесплатном дейтинге тоже нет. Но бесплатный дейтинг может притвориться, что там есть составляющие. Смысл в чем? Люди обычно не склонны класть в одну корзину свои отношения, то есть поиск партнера и отношения с друзьями. Они больше предпочитают разделять это. То есть мало кому захочется, чтобы в его ленту в социальной сети вдруг там появилось сообщение из сайта знакомств, что вот я нашел такую девушку. — Или я ищу, да? — Или я ищу, да. Потому что если я ее нашел, наверное, я не очень хочу ей ни с кем делиться. А если я хочу с ней ни с кем делиться, то я как бы, наверное, не очень хороший что-то показываю. — Да-да-да. То есть речь идет о том, наверное, что когда мы общаемся в социальной сети, это некая публичная составляющая, а то, о чем мы говорим, это личная жизнь. — Да, и публичная все-таки социальная сеть, она в частности помогает людям поднять свою самооценку в глазах друзей. То есть я что-то сделал такое, что меня делает круче, прикольнее в глазах друзей. А знакомство — это что-то такое, где человек все время не уверен. Он не уверен в себе все равно. — Кстати, вот очень интересно, Андрей, как вы думаете о самооценке, если мы говорим? Если я обращаюсь на сайт знакомств, вот в этом смысле я теряю в глазах окружающих? Что я какой-то неполноценный, оказывается? — Ну... — Что я не могу нормально... — Да, такой есть стереотип. Он достаточно архаичный, на мой взгляд. Потому что, ну, сейчас точно так же, можно сказать, я общаюсь на Фейсбуке или там ВКонтакте, потому что я не могу с друзьями нормально пообщаться. — Это абсолютно то же самое. То есть, ну, если я могу в социальной сети общаться, и это не считается чем-то ненормальным, то почему я не могу знакомиться на сайте знакомств? — Да, естественно. Ну, как-то, вот с точки зрения, наверное, это навязано немножко нашим обществом, где есть такое понятие, что я недостаточно крут, не могу подойти на улицу и познакомиться. Но, на самом деле, мало кто может на улицу подойти и познакомиться. — Согласен. Ну, и потом все-таки речь идет о том, что живем мы в 21 веке, к счастью или к сожалению, или без оценок, может быть, утверждать, что большая активность в интернете у нас происходит. — Ну да, и глупо было бы, наверное, не пользоваться возможностью сайтов знакомств. — Сайтов знакомств предлагает сразу там тысячи анкет людей, которые тоже хотят познакомиться. — Совершенно верно. — Не то, чтобы подойти на улице к одной единственной девушке, которая на самом деле замужем и счастлива с детьми. — Да, Андрей, еще раз новости послушаем, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем. Продолжаем наш эфир, продолжаем наш разговор на тему эффективных каналов масштабирования бизнеса. Напомню, сегодня в студии Андрей Бурин, генеральный директор сайта знакомств. Тиама.ру. Ну и телефон в студии 6510-99,6, код города 495, сайт компании финам.фм. Вернемся к нашему разговору. Итак, о социальных сетях. Ну, в принципе, сейчас, да, тема-то актуальна, популярна. А как канал продвижения, все-таки, если мы говорим о сайте знакомств, не очень эффективно? — Ну, не то, чтобы не очень эффективно, но не эффективно, скорее, в нашем случае. Чтобы продвигаться в социальные сети, сайту знакомств, нужно создать ощущение такое, что тут веселье, тут развлечение, тут общение. — Да, мне сюда надо, да? — Да, иди сюда, здесь куча веселых девчонок или куча веселых парней, пообщаться, сходить в клуб, потусоваться. Но дело в том, что мы, как сайт серьезных знакомств, мы не про общение. То есть у нас общение — это лишь инструмент для того, чтобы найти себе партнера, спутника жизни. То есть у нас нет общения для общения. — Андрей, а какую аналогию можно провести? Вот если действительно сайт знакомств, о котором вы сейчас говорили, это вот «Ура-ура, девчонки, мальчишки, давайте соберемся там, повеселимся, в клуб сходим». А какую картинку можно нарисовать, если говорить о аудитории вашего сайта? Вот они собрались и что? Как их зазывают? — Наш сайт все-таки это инструмент, именно это конкретно, это не способ провести время. Это инструмент для поиска партнера, для поиска серьезных отношений. Это так просто. То есть это как если я хочу выучить язык, мне нужен инструмент. Или я хочу найти, не знаю, там няню своему ребенку. Я не собираюсь с нянями общаться на этом сайте. Мне неинтересно с ними потрепаться просто, повеселиться и сходить в кино. Я ищу няню своему ребенку. А так если у меня нет жены и нет ребенка, мне сначала жену найти. И я для этого иду куда? Я могу пойти на бесплатный сайт знакомств и обнаружить, что там все больше хотят общаться, чем заводить семью. Но если я уже созрел для серьезных отношений, я, наверное, буду смотреть в сторону сайтов серьезных знакомств. Это то, чем мы занимаемся. Соответственно, мы не можем себе позволить сказать, что у нас тут веселье, у нас так все тут... Приходи поболтать, початиться, я не знаю, о чем. Потому что если люди начнут к нам приходить именно с таким намерением, то те, кто пришли за серьезными знакомствами, они от нас уйдут рано или поздно. И мы превратимся в еще один... Похожий. Похожий сайт, да. Нам придется стать обычным бесплатным сайтом знакомств. Коих очень много и где совсем другая специфика. И этим мы не хотим заниматься. Понятно. Это не наш путь. Понятно. Поэтому, к сожалению, социальные сети для нас это не вариант. То есть мы пробовали их использовать просто как рекламную площадку и используем как рекламную площадку для размещения платной рекламы. А как виральный инструмент мы для себя не видим его. То есть мы бы, наверное, могли бы это сделать, да, мы бы собрали какой-то трафик, но он бы нам испортил общий бренд и общий, собственно, микроклимат внутри нашего сайта, чего мы совсем не хотим делать. Но это не значит, что я не рекомендую использовать социальные сети. Социальные сети — это замечательный способ. Если у вашего продукта есть явная социальная составляющая, что-то близкое к тому, зачем люди приходят в социальную сеть, а они приходят там узнать новости, пообщаться, показать себя, посмотреть на других. Если что-то в вашем продукте есть из этого, то, конечно, замечательный способ. Можно собрать аудиторию фактически бесплатно. Кстати, я подумал о том, что у нас, в принципе, на пальцах одной руки можно наиболее активные социальные сети в России посчитать. Я подумал о том, что если мы говорим о рекламе в социальной сети, да, не как способ привлечения именно рекламе, платной рекламе, то, наверное, вот ваш ресурс, он на одной поляне только, да, появится реклама только на одной поляне. Под названием Facebook, скорее всего. Мы покупаем трафик везде, включая даже и фото-сторону, которая, в общем-то, с одной стороны сайт знаком, с другой стороны и социальная сеть. И ВКонтакте очень большой трафик нам дает, как ни странно. ВКонтакте там та самая молодежь. Нельзя сказать, что там только молодежь. При его размерах в нем, в общем-то, находится очень много людей. И взрослых. Разного возраста. Да, конечно, безусловно. Хорошо, а социальные составляющие? Ну, принято считать, что в Facebook там люди посолиднее. Ну, а не солидные люди, они не хотят завести семью, они хотят вечно общаться и развлекаться. Ну, мне кажется, да, потому что они не солидные. Это не солидно. Это не солидно, да. Вот солидно заводить семью. А ты не хочешь заводить, значит, ты не солидный. Это как раз не вопрос солидности, это базовая потребность человека, так же, как, я не знаю, там, поесть, завести семью, завести детей, продолжение рода. Это все равно, как бы мы это не перекрашивали с социальной точки зрения, там, в зависимости от эпохи и времени, все равно это базовая потребность. И, поэтому, конечно, ВКонтакте, как сеть с наибольшим охватом, дает нам наибольший трафик. Так же мы получаем трафик и из Одноклассников, и из Фейсбука, и, в общем, отовсюду, откуда можем. Ясно. Так, и еще, да, один канал продвижения, некие партнерские программы. Да, конечно, для сайта знакомства особенно, очень лакомым куском являются партнерские программы. Это то, как, собственно, самый старый наш и, наверное, один из крупнейших дейтингов сейчас развивался и достиг его размеров. Это отдавая часть выручки партнерским сайтам за то, что они привлекают трафик. Причем при этом создавался сайт на домене партнера с брендингом партнера, либо совершенно только партнера, либо это был ко-брендинг. Вот, и это прекрасная идея была, давшая возможность просто стать, ну, сервису реально стать лидером. Но, к сожалению, сейчас мы, несмотря на то, что мы, совершенно точно могу сказать, что мы зарабатываем на регистрацию значительно больше, чем любой бесплатный дейтинг, значительно больше. Когда мы приходим на крупные партнерские сайты на площадке, мы видим, что, на самом деле, они уже зачастую не являются донорами трафика, серьезными донорами трафика в эти партнерские сайты. То есть партнерский сайт знакомства набрал большой трафик и приносит им выручку за счет вот этой вот старой базы, которая подпитывается совсем чуть-чуть новым трафиком. И при том, часть трафика уже приходит, естественно, путем из поиска, потому что все-таки это большие сайты, они имеют большой вес в поисковиках, когда люди ищут знакомства, они видят в поиске этот партнерский сайт, приходит напрямую, и партнер получает деньги. И чтобы нам встать на эту площадку партнерскую, нам нужно им дать доход, сопоставимый с тем, при том, что трафика того они уже нам не могут дать. Поэтому, несмотря на то, что кажется, что это очень-очень хороший канал, он очень сложный, и все-таки он, наверное, уходит несколько в прошлое. Потому что собирать трафик по мелким партнерам, тут тоже есть своя сложность. Мелкие партнеры могут приводить трафик не очень честным путем, и все это будет портить бренд основного сервиса. Поэтому мы, когда смотрели в сторону партнерского трафика, рассматривали на крупных партнерах. Андрей, я уточнить хочу, мы говорим о партнерах сейчас, все партнеры занимаются тем же самым, да, партнеры? Нет, партнеры это может быть там Mail.ru, может быть Rambler. Ну то есть как поисковик просто. Это поисковик, это социальная сеть может быть партнером. То есть партнер это некий владелец большого трафика. То есть это некий сайт, у которого есть огромный трафик. Это, например, РБК мог бы быть, если бы у них не было своего сайта знакомства. То есть это может быть кто угодно, да? Это может быть сайт, я не знаю, там, какой-нибудь автомастерской. Это может быть Финнам.фм. Туда приходят решить конкретную задачу. А там еще... Это может быть телеканал Домашний, с которым у нас есть партнер, в частности. То есть это может быть что угодно. Любой сайт, у которого есть большой трафик, который монетизируется рекламным путем. Потому что, конечно, если это сайт интернет-магазин, то, наверное, ему нет смысла с нами делать партнерку. Они и так нормально зарабатывают, у них свой путь. Но если сайт монетизируется за счет рекламы, то для них очень выгодно может быть также и партнерство с сайтом знакомства в том числе. Они могут часть трафика направлять нам и зарабатывать больше, чем на рекламе на этом. Мы по-прежнему работаем в этом направлении и будем работать, потому что у нас все-таки конверсии постоянно увеличиваются, доход на регистрацию постоянно растет. И в какой-то момент все-таки мы достучимся до всех крупных партнеров. Но несмотря на то, что в начале казалось, что это будет простой путь, это одно из самых сложных направлений сейчас. И сложность именно вот... Сложность именно в том, что сложно переубедить, перейти или добавить. Люди привыкли, там они получают какие-то деньги, там все понятно, все стабильно. И вот давайте мы попробуем поменять, это очень сложно убедить. Даже просто попробовать сложно убедить. Осталось немножко времени. Еще один вопрос я хотел бы успеть задать. Чтобы считать, что бизнес растет нормально, растет, прирастает и бизнес успешен. В каких пропорциях, что ли, да? В какой скорости он должен масштабироваться? Есть вот такие представления? Или это очень субъективно? Да, это очень зависит от специфики бизнеса, очень зависит от объема рынка, от объема инвестиций очень сильно зависит. То есть если бизнес развивается на свои средства, то, конечно, будет расти медленнее. Если у него есть установка развиваться в рамках прибыльности. То есть это как бы здоровый бизнес, который живет на свои средства и растет на свои средства. А потом зависит от того, платный это сервис или бесплатный. Конечно, бесплатному сервису значительно проще набрать аудиторию. Молодежный это или возрастной. Молодежный и бесплатный это самые быстрые росты. Но что дальше с этим делать, никому неизвестно. Поэтому, конечно, здесь надо ставить себе у каждого бизнеса свои задачи, свои цели. Дальше главное просто выполнять. Если план выполняется, если есть некий бюджет, есть некий план по росту, и он выполняется, вот это и есть успех. Хорошо. Хорошо. И давайте коротко, осталась у нас минутка. Собственно, на ваш взгляд, наиболее эффективные пути продвижения, еще раз мы назовем с вами, Андрей. Ну, все-таки наиболее, наверное, самым эффективным является по-прежнему телевидение. Но туда надо идти очень осторожно. Это большие деньги, большой риск. Начинать надо с обычного контекста, на котором надо сделать хороший продукт и добиться хороших конверсий. Дальше нельзя, конечно, забывать про социальные сети, как потенциальный источник бесплатного трафика, большого бесплатного. Но он тоже сложный, он очень конкурентный. Сейчас, естественно, за бесплатным трафиком стоит большая очередь. Вот. И также партнерские программы. Это тоже очень хороший путь, если вам есть что предложить партнерам. Особенно, если это что-то новое, если не приходится конкурировать с текущими партнерскими программами, это тоже замечательный способ. Спасибо. Андрей Бурин, генеральный директор сайта знакомств. Тиама.ру. Сегодня в студии бизнес-класс. Андрей, спасибо, что нашли время. Спасибо, что позвали. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Успехов в бизнесе. До свидания.